Вечер добрый, дорогие друзья! Снова в студии Александра и Ирина. И мы продолжаем читать русскую каноническую синодальную Библию. Мы с вами читаем Тору. И мы в пятой книге Моисеевой «Второзаконие». И сегодня мы продолжим со второй главой. И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, «Как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление, и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших сынов Исавовых, живущих в Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь, начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот сорок лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка, и шли мы мимо братьев наших сынов Исавовых, живущих на Сеире, путем равнины от Елафа и Ицион Гавера, и поворотили и шли к пустыне Моав, и сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом, и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Прежде жили там Емимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и они считались между Рифаимами, как сыны Енаковы, мамитяне же называют их Емимами, а на Сеире жили прежде Хории, но сыны Исавовы прогнали их, и истребили их от лица своего, и поселились вместо их. Так, как поступил Израиль землей и наследие своего, которую дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Зарет. И прошли мы долину Зарет. С тех пор, как мы вышли в Кадес-Варни, и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет. «И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря, «Ты приходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым». И они считались землей рифаимов, прежде жили на ней рифаимы, а аммонитяне же называют их замзумимами. «Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инаковы, и истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их. Как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сирии, истребив пред лицом их хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня, и обвеев, живших в селениях до самой Газы, кафторимы, ишедшие из кафтора, истребили и поселились на месте их. «Встаньте, отправьтесь, и перейдите поток Орео, Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Сивонского, Амриянина, и землю его. Начинай овладевать ею, и веди с ним войну. Сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, встрепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедимов к Сигону, царю Сивонскому, со словами мирными, чтобы сказать, «Позволь пройти мне землю и твоею. Я пойду дорогу и не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить. Только ногами моими пройду. Так как сделали мне сыны Исама, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан землю, которую Господь Бог наш дает нам». Но Сигон царь Сивонский не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его. И сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. «И сказал мне Господь, «Вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землей его». И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение к Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его. И взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчины, женщины, детей, не оставили никого в живых, только взяли мы себе в добычу скот их и захваченные во взятых нами городах. От Ароира, который на берегу потока Армона, и от города, который на долине, до Галаада не было города, который был бы не приступен для нас. Все предал Господь Бог наш в руки наши. Только к земле Аманитян ты не подходил, ни к местам близ потока Иавока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь Бог наш. Глава 3. И обратились мы оттуда и шли к Васану. И выступил против нас на войну Ог царь Васанский со всем народом своим приядрей. И сказал мне Господь, не бойся его, ибо я отдам в руку твою его, и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном царем Амарийским, который жил в Есивоне. И предал Господь Бог наш в руки наши Ога царя Васанского, и весь народ его, и мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них. 60 городов, всю область Аргов царя Ога Васанского. А все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили Сигоном царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченные в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из руки двух царей Амарийских земли Сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермона. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а Амарий называют его Синиром. Все города на равнине есть Галаат, и весь Васан до Салхи и Ядрей, города царства Ога Васанского. Ибо только Ох царь Васанский оставался из Рифаимов. Вот одр его, одр железный, и теперь в раве у сынов Омоновых. Длина его девять локтей, а ширина его четыре локтя, локтей мужеских. Землю Сию взяли мы в то время, начиная от Араира, который у потока Арнона, и половину горы Галаада. С городами ее дал я колену Рувимову и Гадову. Остаток Галаада и весь Васан царства Ога отдал я половине колена Манасина, всю область аргов со всем Васаном. Иаир, сын Манасиин, взял всю область аргов до пределов Гесурских и Махских и назвал Васан по имени своему селениями Иаировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал я от Галаада до потока Ориона, землю между потоком и пределом, до потока Иавока, предела сынов Омоновых, а также равнину и Иордан, которые есть и предел от Кенерефа до моря, равнины моря Соленого при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря, Господь Бог ваш дал вам землю с ее во владение, все способные к войне, вооружившись, идите впереди братьев ваших сынов Израилевых, только жены ваши и дети, ваши и скот ваши пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам, доколе Господь не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе они не получат во владение землю, которую Господь Бог наш дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждое свое владение, которое я дал вам. И Иисусу заповедал я в то время, говоря, глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сими, тоже сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойтесь их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас. И молился я Господу в то время, говоря, Владыка, Господи, ты начал показывать работу вам величия твою, крепкую руку твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое. Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которую за Иорданом, и ту прекрасную гору Ливан. И, но Господь гневался на меня за вас, и не послушал меня, и сказал мне, Господь, полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Зайди на вершину фазги и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу всему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь. И остановились мы на долине против Беффигора. Глава 4. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли, и наследовали ту землю, которую Господь Бог Отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Валфигором. Всякого человека, последующего Валфигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, ибо есть ли какой великий народ, к которому Боги и его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегитесь и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хариме, и когда сказал Господь мне, «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня, «Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнить десяти словия, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, чтобы вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариме и среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе из вояний изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какого-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли, и дабы ты, взглянув на небо, увидев солнце и луну, и звезды, И все воинство небесное не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Рядан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле, не перешедшей за Рядан, а вы перейдете и овладеете тою добрую землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго жившие на земле, вы разводитесь и сделаете извояние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его. То свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю для наследования которой вы переходите за Рядан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете, и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И будет там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но тогда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаза его. Господь Бог твой есть Бог милосердный, и он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые он клятвую утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкую, и мышцу высокую, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет и еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великую силу Своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которое больше и сильнее тебя, и ввести тебя и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет и еще кроме Его. И храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда. Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца, чтобы убегал туда убийца, который убьет ближнего своего безнамерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтобы убежав в один из этих городов остался жив. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым, вот повеление постановлений и уставы, который изрек Моисей сынам Израилевым по исшествии их из Египта, и за Иорданом на долине против Берфигора в земле Сигона, царя Амарейского, жившего в Весивоне, которого поразил Моисей с сынами Израилевыми по исшествии их из Египта. И овладели они землей его и землей Ога царя Амарейского, двух царей Амарейских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Араера, которая лежит на берегу потока Арнона, до горы Сиона, она же Ермон, и всю Равнину по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря Равнины при подошве Фазги. Глава 5 созвал Моисей весь Израиль и сказал им, слушай, Израиль, постановление и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и вы учите их и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве, не с отцами наши поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня и все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среде огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делая себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, завину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящим милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя его напрасно. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедовал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай, а делай и делай всякие дела твои. А день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твой, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлет твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твой, как и ты. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцей высокую. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний, почитая отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вала его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Слова сие изрек Господь ко всему собранию вашему на горе и среде огня, облако и мрако, громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины вашей сказали. Вот показал нам Господь Бог нашу славу, свое величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, и если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Ибо если какая плоть, которая услышала бы голос Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива, приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе, все, что они говорили хорошо. О, если бы сердце их было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди и скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Глава 6. Глава 6. Глава 7. 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 Глава 8. Глава 8. Глава 8. Глава 8. Глава 9. Глава 9. Глава 8. Глава 9. 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 То смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, веселиськи, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манную, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвую утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете глаза Господа Бога вашего. Глава 9. Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укрепленными до небес. Народам многочисленным, великорослым, сынами Енаковыми, которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Енаковых? Знай же ныне, что Господь Бог твой идет перед тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять, и ты изгонишь их, и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел мне Господь овладеть ее землей, и что за нечестие народа всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правду сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народа всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму Исааку Якову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе владеть сей доброй землей, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне с самого того дня, как вышел ты из земли египетской и до самого прихода вашего на место сие. Вы противились Господу, и прихариве вы раздражили Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, дабы поднять скрижали каменные, скрижали завета, которые Господь поставил с вами, и пробыл на горе сорок дней и сорок ночей хлеба, не ел воды, не пил. И дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них все слова, которые зрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. По окончании же сорока дней и сорока ночей дал мне Господь две скрижали каменные скрижали завета. И сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, они сделали себе литый истукан. И сказал мне Господь, вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удерживай меня, и я истреблю их и изглажу имя их из-под небесной, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их. Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, две скрижали завета были в обеих руках моих. И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, которого, уклонившись от пути, скоро уклонившись от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я обе скрижали и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими, и, повергшись перед Господом, молился я, как прежде, сорок дней, сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, а за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас, и послушал меня Господь и на сей раз. А на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Грех же вас, который вы сделали тельца, я взял, сжег его в огне, разбил его и всего, и стер до того, чтобы он стал мелок, как прах. И я бросил прах сей в поток текущий с горы, и в Тавере, и в Маасе, и в Кибот-Готаве. Вы раздражили Господа. И когда посылал вас Господь из Кодес-Варни, говоря, пойдите, овладейте землей, которую я даю вам, то вы воспротивились по велению Господа Бога вашего и не поверили Ему и не послушали глаза Его. Вы были непокорны пред Господу с того самого дня, как я стал знать вас. И, поверг жесть пред Господом, умолял я сорок дней и сорок ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал, «Владыка, Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который Ты вывел из Египта рукою сильную. Вспомни рабов Твоих Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его, и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда Ты вывел нас, не сказали. Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им, и, ненавидя их, вывел их, чтобы умертвить их в пустыню, а не Твой народ и Твою дел, который Ты вывел из земли египетской силою Твою великую и мышцею Твоей высокой». Глава 10. «В то время сказал мне Господь, «Вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалих те слова, которые были на прежних скрижалих, которые Ты разбил, и положи их в ковчег. И сделай ковчег из дерева сетим, и вытесил две каменные скрижали, как прежде, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалих, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, которые я сделал, чтобы они там были, как победил мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Бееров Бенеякана в Мозер. Там умер Аарон и погребен там, и стал священником вместо него сына его Елиазар. Оттуда отправились в Гудгон, из Гудгода в Эдвафу, в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено Левиена, чтобы носить ковчег завета Господня. Предстоять пред Господом служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет Левииту части и удела с братьями Его, сам Господь есть удел Его, как говорил Ему Господь Бог Твой. И пробыл я на горе, как и в прежние времена, сорок дней и сорок ночей, и послушал меня Господь и на сей раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь, встань, пойди в путь пред народом сим. Пусть они пойдут и овладеют землею, которую я клялся отцам их дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог Твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога Твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу Твоему от всего сердца Твоего и от всей души Твоей. Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога Твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов Твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыльны. Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога Твоего бойся и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала Твоя, и Он Бог Твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, какие видели глаза Твои. В семидесяти душах пришли отцы Твои в Египет, а ныне Господь Бог Твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. Глава 11. Итак, люби Господа Бога Твоего и соблюдай все, что повелено им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. И вспомните на имя, ибо я говорю не с сынами Вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога Вашего, Его величие, Его крепкую руку и высокую мышцу, Его знамения, Его и дела Его, которые Он сделал среди Египта с фараоном, царем египетским и со всей землей Его. И что Он сделал с войсками египетским, с конями Его и с колесницами Его, которых Он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами, и погубил их Господь даже до сего дня. И что Он делал для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места из сего. И что Он сделал с Дафаном и Вероном, сынами Елява, сына Рувимова, когда земля разверзла уста свои, и среди всего Израиля поглотила их, и семейство их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них. Ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал. И так соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землей, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь Отцам вашим, дать им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетска, из которой вышли вы, где вы, посеяв семя Твое, поливал ее при помощи ног Твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напаяется водою. Земля, о которой Господь Бог Твой печется, очи Господа Бога Твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые я заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб Твой и вино Твое и елей Твой, и дам траву на поле Твоем для скота Твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите сие слова мои в сердце ваше, и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими, и учите ими сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме Твоем, и когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь. И напиши их на косяках дома Твоего и на воротах Твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землей. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас, всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни до Илливана, до реки и реки Ефрата, а даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов, иных которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которой ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, и проклятие на горе Гевал. Вот они, за Иорданом, по дороге к захождению солнца в земле Хананеев, живущих на равнине, против Галгала, близ Дубравы море. Ибо вы переходите за Иордан, чтобы пойти овладеть землей, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы его, которые предлагаю вам сегодня. Глава 12. Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог Отцов Твоих дает тебе в овладении, во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким медвестым деревом. И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разберите истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего, но к месту, какое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени его там, обращайтесь и туда приходите. И туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольное приношение ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь, вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и все избранное по обетам вашим, чтобы вы, что вы обещали Господу. И веселитесь пред Господом Богом вашим, вы, и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами. Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, ибо на том только месте, которое изберет Господь, в одном из колен твоих приноси всесожжения твои, и делай все, что заповедую тебе. «Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколать и есть по благословению Господа Бога твоего мяса, которое Он дал тебе во всех жилищах твоих. Нечистые и чистые могут есть сие, как серну и как оленя. Только крови не ешьте на землю, выливайте ее, как воду. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и элея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношений рук твоих. Но ешь сие пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Господь Бог твой. Ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих. И веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими. Смотри, не оставляй левитого все дни, которые будешь жить на земле твоей, когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо. Тогда по желанию души твоей ешь мясо. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих, но по желанию души твоей. Но ешь их так, как едят серну и оленя. Нечистые, как и чистые, могут есть сие. Только строго наблюдаешь, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее, выливая ее на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое пред очами Господа. Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь. И совершай все сожжение твоей мяса и кровь на жертвенники Господа Бога твоего. Но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенников Господа Бога твоего, а мясо ешь. Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек. Если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего. Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народа, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их. Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблению их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать. Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Глава 13. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойди вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им. То не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь. Заповеди Его соблюдайте, и глаза Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетского и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло и среди себя. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твой, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых ты не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его, твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит все и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя, и соблазнили жителей города, и говоря, пойдем и будем служить к богам иным, которых вы не знали, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси, и если это точная правда, что случилась мерзость среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию все его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его, и сожги огнем город, и всю добычу его во все сожжение Господу Богу твоему. И да будет он вечно в развалинах, и не должно никогда вновь созидать его. Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего, и дал тебе милость, и помиловал тебя, и размножил тебя, как клялся отцам твоим. Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдай все заповеди его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное приличами Господа Бога твоего. Глава 14. Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим. Ибо ты, народ святой у Господа, Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом, из всех народов, которые на земле не ешь, никакой нерзости. Вот скот, который вам можно есть. Валы, овцы, козлы, олень, и серна, и буйвел, и лань, и зубр, и орикс, и камилопарт. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку, и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом. Верблюда, зайца и тушканчика, потому что хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечистые они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас, не ешьте мясо их, и к трупам их не прикасайтесь. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя, а всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте, нечистая это для вас. Всякую птицу чистую ешьте, но сих не должно вам есть из них орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породою их, и всякого ворона с породою его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреби с породою его, и филина, и ибица, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породою его, и удода, и нетопыря. Все крылатые, присмыкающиеся, нечисты для вас, не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте, не ешьте никакой мертвичины, иноземцу, которая случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или народу продай ему, ибо ты народ святой, у Господа Бога твоего, не вари козленка в молоке матери его. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет он, чтобы пребывать имени его там, десятину хлеба твоего, вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Если же длина, будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, что пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера, и всего, что потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты, и семейство твое, и левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части, и удела с тобою. По предшествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год, и клади сие в жилищах твоих, и пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелится сирота и вдова, которая находится в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой, во всяком деле рук твоих, которую ты будешь делать. Глава 15. В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своего, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. И с иноземца взыскивай, что будет твоего брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в дел, чтобы ты взял ее в наследство. И если только будешь слушать глаза Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господство будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтоб оттого глаз твой не сделался ни милости в нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя, Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно вскорбить сердце твое, ибо зато благословит тебя, Господь Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками, ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзая руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Если продаст от тебя брат твой еврей или евреанка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего, отточила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом земли египетской и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и приколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоей. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в шесть лет заработал тебе вдвое против платы наемника и благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Все первородное мужеского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном воле твоем и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Господом Богом твоим каждогодно сделай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Господь. Если же будет на нем порог, хромота или слепота или какой другой порог, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему, но в жилищах твоих ешь его, не чистый, как и чистый могут есть как серну, так и оленя, только крови его не ешьте, на землю выливая ее, как воду. Ну что ж, друзья, вот еще закончился один час нашего благословенного чтения. Мы, как всегда, встретимся с вами завтра в 10 часов вечера по восточно-американскому времени и будем продолжать читать Слово Божие. Ну а на сегодня мы говорим вам пока с Богом. Слово Божие.